Шарлатан в боевых искусствах Люди не совсем в порядке с головой, они что-то выдумывают, это все снимают, а сегодня доступно снимать у всех видеокамеры, доступно выкладывать в интернет, и иногда некоторые даже просто прикалываются, то есть не то, что это шарлатан, они просто снимают юмористические видео на потеху другим, а их всерьез пытаются разбирать и привлекать, так сказать, за какие-то непонятные вещи. Ну так вот, да, есть люди, которые действительно немножко не в себе, но это надо понимать, они никакие не шарлатаны, это просто больные люди, и в общем-то смеяться над ними не надо. А шарлатаны это те, кто в основном пытается заработать денег на преподавание, так сказать, того, что не существует, не работает, или своих каких-то фантазий. Но при этом еще есть определенная категория людей, которые действительно верят в то, что они придумали, то есть создают свои системы. Давайте вспомним, что в свое время сделал Фунакаси. Ведь он привез с Акинавы в Японию карате, ну не карате, он привез китайский кулак, и пришлось его назвать пустой рукой, потому что китайцев не очень любили в Японии. И он изменил все-таки, изменил всю систему, которой занимался сам, то есть он создал свое собственное видение имени самого себя, Шотокан, или, как говорят сейчас, Шотокан, ну является это шарлатанством или нет? А все остальные создатели стилей японского карате, которые, так сказать, создавали карате, внося что-то свое, изменяя уже существующее, можно ли их считать шарлатанами, или это было развитие? А почему тогда их столько много стилей, такое развитие в разные стороны получается, один видит карате так, другой видит карате так, третий по-своему и так далее. Что же тогда истинным считается? Вот тоже интересный вопрос. Потом возьмите то же самое самбо, которое создавали в нашей стране, ну является ли это шарлатанством? Люди создавали систему, собирая приемы со всего света практически, пытаясь их как-то собрать вместе, чтобы это было действенно. Это же тоже путь развития. То есть люди, которые пытаются изобретать собственные стили, это не так плохо, потому что, может быть, они что-то изобретут. Зачем же их сразу записывать в шарлатаны? Шарлатаны это в основном все-таки те, кто нахально зарабатывает денег на преподавание всякой чепухи. Вот тут надо быть внимательным. Сейчас я вам расскажу историю про одного белорусского мальчика, который занимался карате-шатакан и дозанимался до второго дана. Все честно, до второго дана черного пояса имеется в виду, да. И это все честно, конечно, официально. И наверняка он получил свой черный пояс заслуженно. Мы не знаем, но, скорее всего, все это было честно. Главное, что все это законно, по документам. И вдруг этот мастер второго дана Шатакан становится третьим даном в водарю карате. Как он не стал? Дело очень простое. Он прошел, так я понимаю, пару семинаров платных по водарю. И ему авансом сразу дали третий дан и сделали его представителем стиля водарю в своем городе в Минске. Чтобы он создал там федерацию местную, набирал детей, взрослых, тренировал. Ну и, естественно, пересылал часть денег в Японию хозяевам, так сказать, своим. Которые ему дали авансом третий дан. Ну, скажите, разве это не шарлатанство? Разве можно перейти быстренько с одного стиля карате на другой, да еще с повышением пояса? А по бумагам все хорошо, все честно. То есть бумаги-то настоящие получаются. Вот мы ищем шарлатанов где-то там за углом, а они могут быть перед нами прямо в официальных федерациях. То есть ты приходишь учиться туда. Там человек с третьим даном, который по водарю никогда не учился. То есть да, он что-то знает, там есть что-то похожее между шатаканом и водарю. Похожее есть. Но это же не одно и то же. Далеко не одно и то же. И если бы ты с детства учился в водарю, ну это понятно. Вот ты учился в водарю, ты стал там мастером, скажем так, среднего звена. Можешь преподавать, знаешь, как преподавать в водарю. А если ты учился в шатакану, что ты будешь преподавать? Какая-то получается нехорошая тема, совсем нехорошая. Вот надо внимательнее, как я говорю, присматриваться к людям, смотреть. Потому что по документам, по внешнему виду, вроде как настоящий мастер. А начнешь копать глубже, и что? Что мы видим? Документы есть, а знаний нет. И в результате чем все закончилось у этого замечательного мальчика из Белоруссии? Ну мало того, что он еще пытался онлайн преподавать, не просто преподавать-то бог с ним. Можно преподавать там что угодно по видеозаписи, это не проблема. Но он же пояса выдавал онлайн своим друзьям, за границу, выдавал пояса. Там какого-то уровня, да какого бы то ни было уровня. Вы скажете, он имеет право это делать, но подумайте, какие знания стоят за этим. То есть сам по водарю ничего не знает толком, потому что скороспело получил там, как говорится, документы. И уже другим что-то преподает. А что вы преподаете? Получается какое-то карате имени самого себя. Вот как я думаю. Не знаю, что с этим делать. Поэтому да, есть какой-то там чхарек веселый, допустим, все его насмехаются над ним. Но много людей, много людей с официальными бумагами, с официальными поясами, у которых знаний еще меньше, чем у чхарька. Я не говорю о том, что чхарек просто веселый и его смотреть приятно. А тут грусть, тоска. То есть смотришь и плачешь просто. Ни кота показать ни одно, ни техники, ничего, ни бросков, ни захватов. Того, что вот в одарю стиле, это же смесь дзюдзюцу и карате. Ну, смотришь на человека, ничего. Ни работы с оружием, ни работы против оружия. Ну, ничего просто. Одно бла-бла-бла. Ой, как жить, я не знаю, просто дальше. Будем бороться с шарлатанами вместе. Да. Всех победим. До новых встреч.